Добрый вечер и большой всем, кто присоединился. Мы вместе с вами постараемся сделать очень важную работу, постараемся понять пророческие образы. У нас с вами шестая глава пророка Схарья. И предлагаю, как всегда, посвятить свои духовные усилия о благополучии наших воинов, их успеху, выздоровлению раненых и возвращению пленных и захваченных. Посвящаю все свои слова также Люба Бат Михаэль, памяти о ней, возвышению ее души. И мы с вами говорили о пятой главе и подошли к шестой главе. Вот я поднимаю на экран то, что нам нужно. И в качестве введения, немножко возвращения назад, буквально на несколько секунд. Мы с вами много говорили о женщине, которая сидит в корзине размером ИФА. И это дурное желание, которое уносится в Бавель, так сказать, на свалку истории, туда, где были вытряхнуты все останки после потопа, подальше от людей и уж точно подальше от земли Израиля. Здесь мы с вами много говорили, я не буду возвращаться, и подробно рассмотрели параллель в Гемаре, который неожиданно дает ту же самую идею в других образах. И здесь только хочется подчеркнуть, что один из моментов, который заложен в этом образе, это то, что во втором храме нету арона-кодыш, нету ковчега-союза. Нету ковчега-союза. В святая святых стоит камень, который стоит, лежит, невысокий камень, который называется «Евеныштия», «Основы мира». И первый священник, заходя в Йом-Кипур на протяжении всего периода второго храма, он приносит воскурение перед этим камнем, а ковчега-завета нету. И мы понимаем, что воздействие храма на сыновей Израиля всегда положительное. Даже если мы видели, что свиток с проклятиями выходит из храма, то все равно эти проклятия направлены на то, чтобы установить упорядоченную жизнь, утвердить справедливое государство, искоренить обман из среды сыновей Израиля. В общем-то, может быть, обратная сторона благословения, но все же несет с собой благословение. И здесь подчеркивается, что если нет, что храм, он всегда возвышает человека. Жизнь в земле Израиля возвышает человека. Говорят, что тот, кто находится в земле Израиля, он живет без греха. По крайней мере, у него есть такой потенциал, у него есть такая сила каждую и жить без греха, а если оступился, начать все снова и вернуться, по крайней мере, на прежнюю ступень. Это помощь земли Израиля и особенно помощь храма. Все, что происходит в храме, все жертвоприношения, даже одежды когенов, они влияют положительно на человека, помогая ему преодолеть дурное желание или вовсе даже устранить его. И уж тем более это справедливо для Ковчега Завета, который устраняет дурное желание силой Торы, силой любви, которая распространяется во всей земле Израиля и особенно в каждом доме, в каждой семье усиливаются положительные качества любви, знания, приверженности Торе и уходит дурное желание. И вот теперь, когда нету этого Ковчега, мы понимаем с вами, что дурное желание с небес помогает его придавить, придавить, так сказать, преуменьшить. Вот как мы с вами видели в Гемаре, в трактате Йома, там дается это в образе, что львенок, он посажен в такой свинцовый ящик, и этот ящик закрывается, то есть потенциал, который может быть, не может использовать, в положительную сторону, он уменьшается, он, так сказать, становится подальше от человека, вот как бы радиация через этот свинцовый ящик, его влияние, оно гораздо, гораздо меньше, да, и мы понимаем, что и сила служения, трепета и любви ко Всевышнему, она также гораздо становится меньше в человеке, то есть потенциал закрывается, прикрывается, как бы, да, и уменьшается. Здесь другой образ, дурное желание, поскольку нет ковчега, дурное желание, два ангела в женском образе, мы говорили, почему переносят это, как бы, на отрицательную сторону, отрицательную сторону отсутствия ковчега, то, что, как бы, дурное желание усиливается, да еще как усиливается, да, скажем, как бы совсем изнутри, и там, где должна быть Тора, оказывается, дурное желание, вот для того, чтобы этого не было, есть помощь свыше, и, в принципе, это переносится в Вавель, переносится в долину Шинар. Вот, скажем, и представляется этот образ очень сильным, и момент очень поучающий, если говорить в общем, то лучший способ, как бы, развиваться для человека, это не подавлять свои потенциалы, а направлять их в хорошее русло, направлять их в хорошее русло, все свои силы, направлять в хорошую, позитивную сторону, потому что, как мы можем еще раз подчеркнуть, нет дурных потенциалов, есть потенциалы, которые человек может направить в ту или другую сторону. Ну вот храм помогает это, а когда нету такого сильного влияния храма, как оно было в первом храме, тогда требуется помощь свыше, для того, чтобы потенциал уменьшить, преуменьшить, это очень серьезный потенциал, потенциал служения Всевышнему, потенциал постижения Торы, Торы с любовью, этот потенциал преуменьшается, и уменьшается, как бы, закрывается в какой-то сосуд, и уносится в Бабе. Это то, что хотелось бы подчеркнуть в связи с нашим прошлым уроком, и с вашего разрешения мы пойдем дальше. Если здесь есть какие-то вопросы, то у меня просьба запомнить их, и мы вернемся к ним дальше. И снова поднял я глаза свои, и как мы говорили, что поднял, это не значит просто поднял к небесам глаза, а, так сказать, возвысил свое зрение, возвысил свое зрение до постижения духовных миров, материальный мир отступил на задний план, и раскрылись картины духовного мира, те картины, которые хотел показать Всевышний пророку с Харья. Я напоминаю, что пророчество не стоит воспринимать как, скажем, нечто реально существующее. Ближе, скорее, пророчество, оно похоже на кино, как бы сегодня сказали, на виртуальную реальность, которую создает Всевышний для того, чтобы объяснить те процессы, которые происходят в духовных мирах, как он направляет силы, но в любом случае, если это и реальность, то она виртуальная, потому что мы понимаем, что пророк не может протянуть руку, пощупать ангелов, не скажем все, это образы, при помощи которых Всевышний разговаривает с пророком. Был один человек, Яков, которому было дано пощупать ангела, но и то, это как бы пощупать ангела, безусловно, у ангела нет материальной составляющей, иначе он был бы каким-то подобием человека, или просто был бы человеком, у него нет материальной составляющей, он весь духовный, весь подчинен Всевышнему, весь пронизан светом Всевышнего, но вот Якову в его борьбе с ангелом, когда он обхватывает ангела, и когда он старается его повалить, и когда ангел наносит ему удар, это опять же, как бы мы с вами сказали, виртуальная реальность, нету у этого ангела тела, это Всевышний дает Якову возможность бороться, на духовном, в общем, уровне, ощущая эту борьбу, как будто она происходит на материальном уровне, но борьба, конечно, происходит на духовном уровне, и вот это вот я поднял глаза свои и увидел, увидел виртуальную такую реальность, и вот четыре колесницы выходят из ущелья между двух гор, а горы эти, горы медные, мы видим, что особо подчеркивается, что горы медные, это не второстепенное значение, для того, чтобы показать, что они, скажем, блестят, или что они очень прочные, нет, важно, именно металл, из которого они как бы сделаны, это медь, и здесь мы с вами можем вспомнить, что у пророков есть очень четкая система образов, о которой мы с вами, может быть, уже говорили, в любом случае я напомню, И вот металлы, они явно металлы, как метафизические, скажем, метафизические образы, они раскрываются полнее всего или яснее всего через сон небоходный цара, который было дано увидеть, и было дано увидеть дерево. Мы помним, что сонный выходный цара – это колосс, так сказать, на глиняных ногах, у него голова золотая, грудь, руки серебряные, живот и пояс медные, и ноги у него сделаны из железа, перемешанной с глиной. О чем это говорит? Обычно это рассматривают, и правильно рассматривают, как четыре предстоящие изгнания сыновей Израиля. Ну, одно из них уже происходит в тот момент, когда праведный вовне царь Даниэль служит при его дворе. Это золотая голова, это власть Бабеля, и говорится, как говорит Даниэль Махудминсару, «Ану манха рейши дазагава». Ты царь, ты золотая голова. После тебя придет царство, которое будет слабее, оно будет серебряным, а потом еще слабее оно будет медным, а потом железо, и потом уже внизу, а может быть и все ноги таковы, железо перемешано с глиной. Я напоминаю, что в этом видении Даниэль видит камень, это новокудный царь, а потом Даниэль показан этот сон. Есть камень, который отрывается от небес, подчеркивается, что он сделан не руками человека, он ударяет в ноги, кого спадает и рассыпается в пыль, так что его невозможно уже собрать со всех сторон света. И простое понимание этого сна, что есть вот история, на протяжении истории властвуют самые разные силы, властвуют цари империй, а потом все возвращается к власти Всевышнего, когда вот эта власть похожа на неживую статую, в которой нету жизненных сил, в которой нету духа. Эта статуя развивается, рассыпается камнем, так сказать, таким естественным творением Всевышнего, и все возвращается к власти Всевышнего через сыновей Израиля, которые находятся или возвращаются на свою землю. Это все очень хорошо, и можно говорить, что золото, это более сильное, если его слабее, меди еще слабее и так далее, все это замечательно, вот, но кроме того, что это указывает на периоды истории, на четыре галутра, как мы говорим, на четыре изгнания, это указывает и на причины изгнания, а причина изгнания это ослабление, так сказать, ослабление еврейской души, ослабление ее связи со Всевышним, ослабление ее стремления ко Всевышнему сначала в результате идолобоклонства, которое развилось, 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 так сказать, условно, развилось скорее, в первом храме, а затем в результате изгнаний, неспособности преодолеть те силы, которые действуют в изгнаниях. И как нам это понять в этом плане, в свете свойств, качеств и силы еврейской души? Здесь вырисовывается такая картина. Во-первых, я напомню, что все метафизические образы, они как бы рассматриваются на разных уровнях. Есть неживая природа, есть живая природа. Ты, может быть, есть отдельно, есть неживая природа, есть живая природа, есть животный мир, живая природа, и, может быть, отдельно стоят металлы, они тоже неживая природа, естественно, но они как отдельная такая система, последовательность образов. И в этом плане золото, оно параллельно огню. Если мы посмотрим, скажем, перекинемся в животный мир, то это будет лев. И огонь, он говорит о таком как бы горении, горении от стремления вверх, огонь поднимается вверх, он разрушает материальные формы, это стремление души ко Всевышнему. Оно тоже не может быть как бы такой пожар лесной, который все сметает на своем пути, все должно быть уравновешенно, приведено к пропорциям, но, в принципе, скажем, если не говорить об этом моменте, о силе этого огня, то сам по себе огонь – это стремление к стремлению ко Всевышнему, души ко Всевышнему, стремление оторваться от материального мира. Оно может, упаси Бог, дать силу и долгопоклонству, потому что, скажем, бесконтрольное, неупорядоченное стремление души к духовному миру, духовным мирам, желание освободиться от материального мира, оно приводит к поклонству, поиску, поиску соприкосновения с духовным миром без всяких правил, без всякого понимания, только вот возвыситься и взлететь. Поэтому, вот, есть стремление души ко Всевышнему, оно, как бы, оно очень сильное, оно введено в определенные рамки, и есть пожар, который, скажем, тот же самый силу, тот же самый потенциал, стремление ко Всевышнему превращается в нечто отрицательное. Это, это золотая голова, это сыновья Израиля, которые после первого, после первого храма оказались в Бабилоне, в Бабиле, и у них еще была вот эта сила первого храма, стремление ко Всевышнему ощущение земли Израиля. Но, скажем, после дальнейшей голубь, а особенно, скажем, главной причиной это то, что не вернулись во имя Корыша, оно, скажем, в плане еврейской души, оно, скажем, эти недостатки и даже вот можно назвать преступлением, нежелание вернуться в землю Израиля, когда предоставят возможность, они открывают новый период, это период серебра, с точки зрения исторического периода, это Персия, с точки зрения исторического периода, это Персия, а с точки зрения состояния еврейской души, это Кесеф, да, серебро, может быть, можно сказать, что оно похоже на воду, да, а вода, она противоположна огню. Как мы понимаем, если огонь поднимается, вверх, то вода стекает вниз, да, вода это, вода это, скажем, можно сказать, что это стремление к материальному миру, но не такое простое, что, да, что вот надо выпить, час закусить, повеселиться, нет, не в этом плане совсем, а в плане поиска, поиска, скажем, божественного присутствия в материальном мире без отказа от него поиска в разных формах, проявлениях в этом мире, да, вот, скажем, попытка понять весь мир как речь Всевышнего, поскольку мир сотворен речью, это вот серебро на еврите кесев, на еврите кесев это кесуфим, да, кесуфим это желание чего-то очень близкого и родного, но далекого, да, издалека, желание от, желание издалека, как Юсефу, да, да, им, как Якова было сказано, им, косовник савта левейтавиха, если вот тебя потянуло в дом отца, в дом отца, когда ты был в изгнании, далеко, вот я потянуло, а в дом отца это вот глагол связанный с кесев, да, издалека тянет к чему-то очень важному, близкому, да, но без, вот, без разрушения, без отказа от материальных, от материальных форм. Опять же, да, мы понимаем, что вода, она может быть очень положительной, поиск, поиск, как бы, духовности здесь, без отрыва от, отрыва материального мира, желание не уничтожить его, а раскрыть в нем духовность. Это может быть очень положительно, а может быть и отрицательно, поскольку, как мы с вами скажем, поскольку это может идти в материальную сторону, может идти в материальную сторону, в неправильное представление о духовности или просто как бы тяга к духовному в материи пропадает и подменяется просто тягой к материальным удовольствиям. Так что здесь есть и положительная сторона, и отрицательная. И это соответствует периоду Персии, а дальше медный живот. И медь здесь можно подойти по-разному. Поэтому я бы сказал, скажем, как бы наиболее просто, что медь она параллельно золоту. Да, действительно есть какая-то тяга к духовному миру, но она уже не настоящая. Настоящая, потому что настоящие тяги к духовному миру человек уже не знает, не знает, где ее найти, не знает, у кого научиться, да и в мире она как бы сама по себе отсутствует. И что-то похоже на тягу ко Всевышнему, очень хорошо, но это только подобие. И то же самое с железом, да, железом подобие серебра, но это уже нечто не настоящее. Или, скажем, не то желание, которое было раньше, найти духовность вот прямо в материальном мире, в материальные формы, представить себе как духовный, приблизиться ко Всевышнему, не оставляя материальный мир. А вот это вот три. Да, значит, скажем, медь, она соответствует периоду эллинизма, периоду власти Греции. Ноги, они, железо, оно соответствует периоду власти Рима. Может быть, дальше мы остановимся немножко с вами на этом подробнее. Зачем нам это все понадобилось? Только для того, чтобы представить себе, что такое медные горы, горы медные. И если мы с вами это все поговорили и хоть немного как-то поняли, то мы понимаем, что дальше идет предсказание о периоде господства, о периоде господства эллинизма, в общем-то, во всем мире, а то, что наиболее важно для Схарья и для нас, безусловно, это в земле Израиля. Может быть, не только в земле Израиля, а важно, что это господство над, скажем, или если не господство, то очень сильное влияние на умы евреев и на душу евреев. Горы медные. Очень интересно. Это не две стены медные. По мне, могло быть две стены медные, между них выносятся кони, о которых мы поговорим, колесницы. А это горы. И мы понимаем намеку здесь. То есть эллинизм, кроме того, что мы можем с вами представить, что это новый период во всем мире, сейчас мы еще немножко поговорим о нем, медный, слабая тяга к духовности, ослабленная духовность. Вот как, скажем, отсутствие Ковчега Завета и необходимость потенциал переместить как бы в другое место, скрыть его потенциал служения Всевышнему, ту же самую тягу к духовному миру несколько скрыть, преуменьшить. На языке гемары уменьшить дурное желание, дурное желание, стремление к служению Аводе Заре, служению Идолам. Вот мы сейчас обо всем этом поговорим, о разных сторонах медиа. А пока мы представим себе горе, не стены, а горе. Ну, представляем себе, да, что речь идет об эллинизме, о, скажем, о философии, которая, может быть, строго говоря, она-то несколько и противоречит эллинизму. Ну, мы сейчас не будем даваться подробностей, даже философия, которая как бы растает, так сказать, на греческой почве в мире эллинизма, она поднимается очень высоко, и во многом она права, и очень убедительна, да, и этим она похожа на горы. Почему медную сейчас мы еще раз поговорим, она похожа на горы, да, но вот они очень высокие, но они не уходят в небеса, они не достигают небес, они как бы не выше облаков, облака не закрывают их, очень высокие медные горы. Почему? Потому что как бы философия, она, мир эллинизма вообще, и философия, она не способна подняться, не способна подняться, так сказать, выше человеческого разума, выше человеческого разума, или просто, как сами утверждают философы, разум, есть разум, разум разный, разный есть разум, который познает себя, есть разум, который действует, но в любом случае это разум, в каком смысле, это не пророчество, связь неба, так сказать, и земли через пророчество, прямая связь, она в философии отсутствует, отрицается, могут быть ракулы, что-то, но все это земное, а вот связь с бесконечным Богом, Творцом, она вообще, как-то она непонятна для философа, особенно такое яркое проявление, как пророчество, и этим отличается период эллинизма с 330 года до этой эры, вот-вот совсем уже скоро, после этого пророчества, о котором мы говорим, на землю Израиля ступит Александр Македонский, и в тот же год, в тот же год закончится пророчество, вот, как бы здесь сила Галута, сила изгнания, она преодолела силу еврейской души по нашей же вине, потому что мы понимаем, что по нашей же вине, а сейчас мы поговорим об этом, преодолела силу, преодолела силу еврейской души, и начался новый период, медный, есть золото, когда душа горит, это огонь, это стремление ко Всевышнему, в изгнании, в Галуте, это стремление к землю Израиля, безудержное совершенно, как, скажем, у Ханани Мишеля и Азария, которые готовы шагнуть в огонь, пожертвовать собой, лишь бы не предать идею возвращения, лишь бы не позволить утвердить царю идею, что Бабелин будет вечным, и изгнание будет вечным, лишь бы только не позволить, они готовы пожертвовать собой, и шагнуть в огонь, это горение, стремление к Всевышнему, стремление к духовному миру, стремление в землю Израиля, после того, как сыновья Израиля не возвращаются с декларацией Корыша, и не возвращаются даже с Цезрой, когда уже построен храм, то мы вот говорили с вами о первом видении с Хария, Всевышней в гневе, меру суда красного коня сдерживает мера милости, как-то с трудом удерживается, в гемаре говорится, что из-за того, что не вернулись по войну Эзры, не вернулось пророчество, и мы понимаем сейчас, как бы один к одному, мера за меру, вы не хотели, и я не хочу теперь, говорит Всевышний. Это часто так бывает, это не мстительное чувство, это просто, скажем так, по-человечески часто выражают эту мысль, но это не годится для этой эпохи. Пророчество не годится для этой эпохи, его к нему не стремятся, его не понимают. Уровень этот, в принципе, этой прямой связи, прямой связи его утрачивают, так сказать, или не способны уже его построить, эту прямую связь. Пророчество – это совершенно неотъемлемый элемент нашей жизни, и когда его не хватает, то не хватает чего-то существенного, а может быть даже и самого существенного. То, что мы часто говорим о храме, о построении храма, первое, что мы ожидаем на самом деле с построением храма – это возвращение пророчества. С возвращением сыновей Израиля в землю Израиля мы ожидаем также как бы приближения к пророчеству, а может быть его и возвращение, но с построением храма уж точно мы ожидаем возвращения пророчества. Пророчество – прямая связь, диалог Всевышнего с человеком, диалог, потому что все пророки разговаривают со Всевышним, они что-то не понимают, они с чем-то не соглашаются, не могут принять по-человечески, они молятся, просят Всевышнего отменить то или иное приказание, то или иное приказание, несущее, скажем, на собой наказание, они молятся о благословении, чем диалог, то, ради чего создан человек. Человек, как мы знаем с вами, в еврейской традиции мир делится на неживую природу, на растительный мир, на живую природу, и дальше все бы сказали человека, а мы говорим говорящий, Медабель. Что это значит? Что это значит? Это сущностная наша, сущностная наша, как бы, составляющая, то, ради чего мы были сотворены, это говорить, говорить со Всевышним. Тот, кто говорит, он может и понять. Вот, иначе говорить, это не диалог тогда, а мы говорящие, потому что мы можем и понять, и можем сказать. И пророчество – это выражение этого момента. И вот у нас есть, вот у нас есть какие-то высказывания, которые, скажем, ну, я бы сказал, часто вводят нас в заблуждение. Шимона Цадик, который как раз живет в период, когда Александр Македонский приходит на землю Израиля, мы постараемся об этом поговорить дальше, он, говорится, что он из остатков людей Великого Собрания, в его время люди Великого Собрания уходят из жизни, они не заменяются, как бы этот орган был временный, и вступает в силу Сангидри, и главой становится первосвященник народа, поскольку нету царя, перцы не дали поставить царя. Вот, и Шимона Цадик, он, как говорят, принял из остатков Великого Собрания, он сказал, перки его, говорится, он сказал три вещи, да, на трех вещах стоит мир, на милости, на торе, на торе, на служении и на добрых делах, на оказании милости. Очень хорошо, замечательно, прекрасно. А что он сказал? Что он сказал? Ну, не говорят же вещи тривиальные. Мы понимаем, что любой человек понимает, что тор, изучение тора, это основа нашего существования, поддерживает весь мир. Служение, исполнение заповедей или в его время принесение жертв в раме, ну, понятно, это основа мира, оказание милости. Безусловно. Что он сказал? Чему он научил? Сказал тривиальную вещь, нет. Это высказывание Шимона Цадик, надо бы понимать, так сказать, от противного в том случае, что гораздо важнее то, что он не сказал, чем то, что он сказал. Как мы с вами, не знаю, многие из нас привыкли читать между строк, вот здесь то же самое, то, что между строк, гораздо важнее, чем с вами строки. А что между строк? Шимона Цадик хотел нам сказать так, мы лишились пророчества, и кажется, что это конец света, потому что не было такого, чтобы не было пророков. Вот сейчас последние пророки Эзра и Нехеми уходят из жизни, и нет пророков в народе, не было такого. До этого момента не было такого. Трагедия не меньше, чем разрушение храма. Как будем жить дальше? Он говорит, господа, мы с вами выстоим какой-то период, мы с вами выстоим без пророчества, без пророчества мы выстоим на торе, на служении, на исполнении заповедей, и на добрых делах, пока не вернется к нам великий период третьего храма, пока и вместе с ним не вернется к нам пророчество. Это то, что он хотел сказать. И вот эта вот медь, которая вроде бы золото, которая параллельно, так сказать, в метафизике огню, которая взлетает вверх, стремится к духовному миру, золото заменяет медь. Ну да, есть, есть стремление к духовному миру, но оно не может быть таким же, потому что, прежде всего, нету этого ощущения духовного мира, нету ощущения духовного мира. Каждый человек, нету ощущения духовного мира, в конечном итоге пророчества, это как бы, кроме диалога, это также ощущение духовного мира, его, скажем, реальности, близости, его влияния. И когда в народе есть пророки, то весь народ находится на другом, на другом духовном уровне. А вот теперь нет, нет этого горения и не может быть. Даже у самых великих людей не может его быть, потому что Всевышний забрал четкое, ясное ощущение близости духовного мира. Другое состояние человека. Было золото, а теперь медь. Это, скажем, поскольку меньше, это отражается не только в еврейском народе, это отражается и во всем мире. И поскольку острое ощущение, острое ощущение духовности, острое стремление к духовности, оно отходит на задний план, то, естественно, приходит на первый план, выходит, что выходит разум, да, и я бы сказал, все человеческое. Раньше, скажем, в греческий период, период эллинизма, который бы я разделил эллинизм и философия говорила о них отдельно, просто не хватает времени четко определиться здесь, да, вот, но в любом случае, да, эллинизм с его божествами, да, что это, что это за божества? Божества люди, а человеченные, дурные желания человека. Это не так, как в древнем мире, какие-то мощные силы природы, да, пугающие человека, вот, а здесь божества, это обожествленные, дурные желания человека, и это тоже переход от, для всего мира, как бы, переход от огня к меди, от сильных чувств, ощущений, которые влекут педовое поклонство, к меди, греческим богам, которые ссорятся на Олимпе и выясняют разные вопросы, обманывают друг друга, выясняют, кто красивее, кто сильнее, кто мудрее, вот, и, скажем, совсем не то, что, совсем не то, что божество древнего мира, коренье, мочь, да, и медь, да, вот, как-то так можно попытаться организовать эти две периоды, да, еще раз, вот горы, горы медные, горы, да, они достигают небес, но, как бы, не поднимаются непосредственно в небеса, да, не поднимаются непосредственно в небеса, А остаются под небесами Это образ, который, я надеюсь, уже нам понятен И вот медь Надеюсь, что это нам более-менее понятно Описание периода Описание периода, периода меди И вот эти колесницы, которые вырываются В первой колеснице кони красные А во второй колеснице кони вороные А в третьей колеснице кони белые А в четвертой колеснице они пятнистые Они пятнистые И, я бы сказал, и серые Тут трудно сказать Потом эти пятнистые и серые разделяются Но неважно, это забегает Хорошо, кони пятнистые и серые Красные, черные, белые и пятнистые и серые Но, как всегда, мне очень интересно Как люди соотносятся с пророчествами Насколько оно их задевает, занимает И эта гравюра Дюрера, может быть, всем хорошо известно Вот как раз к этому описанию колесниц Вырывающихся, четырех колесниц Вырывающихся из училия между медными горами И воскликнул я И сказал ангелу Говорившему со мной Что эти явления означают Господин мой Мы здесь видим тоже самое Конец пророчества Скорее трудно понять Это видение Обычно пророк Вместе с видением Есть свет И понятно, что видение Можно понять по-разному И так чисто по-человечески Не догадаться Можно провести целый ряд примеров Из Еремен-Ягу Из его первого видения Сразу не догадаться О чем это видение Там не написано Букв нет То, что объясняет пророку Это свет Всевышнего Который касается его души И он понимает Как правильно следует понимать Это видение Эти образы На что они указывают Это благодаря Благодаря свету Который как бы сам по себе Сам по себе разъясняет Поясняет Развышает душу И дальше уже можно Соотнестись Со зрительным образом Со зрительным видением А здесь мы понимаем Старья Он не слабый пророк Как его можно назвать Славым пророком И тем не менее Он постоянно возвращается К вопросу А что это такое Это потому Что видение есть А свет Всевышнего Он уже слабее Он уже слабее И ему труднее Понять Понять видение Он очень хорошо понимает Что видение можно понять По-разному И ошибка восприятия Ошибка восприятия Пророчества Это лжепророчество Он не хочет этого Безусловно И он предпочитает Чтобы ему Разъяснили Если не через Свет Всевышнего Напрямую Который касается души То пусть ему пошлют Ангела Который словами Ему объяснит Что это такое И отвечал Ангел И сказал мне Это Четыре стороны Небесные Выходят Они После того Как предстали Они перед Владыкой Всей земли Очень интересно Здесь все Пророчества Схарья Переплетаются И одно Является Продолжением Продолжением Другого Вот у нас Мы Видели Как бы Вместе с ним Так сказать Условно говоря Видели Видели Красного коня На котором Сидит Человек И конь этот Стоит Между Миртами И мы понимаем Что это Гнев Всевышнего Который Мера Милости Сдерживает И вот От этого коня Разлетаются Кони В разные В разные Стороны В разные Стороны Света Очень интересно Что мы не видим Всадников Они наверняка Есть Но мы их Не видим Это также Свидетельствует Об уровне Уровне Периода Очень часто Здесь Человеческое Начало Не видно То есть Человеческое Начало Как Разум Как Пророчество Которое Управляет И направляет Разные силы В мире Его Его не видно Оно скрыто Оно Присутствует Безусловно Логично Представить Что колесницы Не несутся Без Возниц Но Возницы Не видно Не подчеркивается Здесь И В первом Видении Человек Сидит На коне И Вылетают Кони В разные Стороны И мы Помним Что Как мы Помнили Это пророчество Эти кони Летят Для того Чтобы Найти Основание Для Милости Всевышнего Они пробегают По всей земле Да И возвращаются Ко Всевышнему Или Как бы К этому Ангелу Который Представляет Божественное присутствие К ангелу На красном коне И они ему Говорят Что вся земля Пребывает В покое Да Вот И И Имеется Ввиду Что Сыновья Израиля Которые Не трогаются С места Да Ну Можно найти Какую-то Меру Можно найти Какую-то Меру Милости Для каждой Из Групп И из тех Кто не Трогается По своему Желанию И из тех Кто не могут Тронуться С места Да И так далее Для каждой Из групп Можно найти Какую-то Милость Какое-то Оправдание Вот с этим Эти кони Они разлетаются Во все стороны Мира Для того Чтобы Прийти И указать На какие-то Стороны Которые Могут вызвать Милость Всевышнего Стороны Сновья Израиля Которые Остаются За Пределами Земли Израиля Да А вот Здесь Мы видим Да Как бы Продолжение Следующий Шаг Эти кони Они Эти кони Они Пришли Они Просили Милости Они Упросили Милости Всевышний Сказал Что Рушалай Будет Построен Да И что Он еще Изберет С Рушалай И что Он Приконикает На Сатана Это все Как бы Проявилось А вот Теперь После того Как Они Так сказать Выпросили Милость Да Они Разлетаются Снова Да Зачем Они сейчас Летят Да Теперь Уже Впряженные Теперь Уже Впряженные В колесницы Да Зачем Они Разлетаются Да Зачем Они Зачем Они Разлетаются Да Они Разлетаются Для того Чтобы Сказать Да Что Скажем Да Можно Сказать Что Еще Раз Найти Еще раз Найти Милость Что Может Успокоить Гнев Всевышнего Не на короткий Момент А на длительное Время А еще Можно сказать Что Да Вместе С тем Вместе С тем Вместе С тем Что они Идут В разные Стороны Света Да Вместе С тем Что они Ищут Милость Это И силы Которые Которые Как бы Как Центробежная Сила Действует На основе Израиля И выталкивает Их Из земли Израиля Из-за Их Из-за Их Недостатков И милость И выталкивающая Сила Мы понимаем Что милость Да Ну ладно А вот Как бы Ну хорошо Ну можно Так Вот можно Без пророчества Какое-то Время Да Но В принципе Да В принципе Есть такой Подход Ну ладно То Постоянно Действует Действует Силы Которые Могут Вытутнуть Сыновей Израиля Из земли Израиля Да Нет заслуг Есть Божественная Милость Да И в любой момент Эти силы Могут Вытолкнуть Давайте посмотрим За еще За оставшееся Время Что у нас Здесь делается Да Вот Первые Икони Вороные Выходят В страну Северную Они идут В страну Северную Можно Сказать Бабель Да Которая Называется Северная Страной Хотя Он Находится На Востоке Но Путь У него Лежит Через Север Теперь Как тут Можно Посмотреть Можно Сказать Что Север Это Не Страна Это Свойство Север На Иврите Это Цафон От Слова Цафун Скрытый Нечто Скрытое Туда Уходят Туда Уходят Вороны Икони Понятно Что Красные Как бы По умолчанию У нас есть Север У нас есть Юг Но для того Чтобы определиться В какую сторону Вышли Красные Которые вообще Не упомянуты Здесь Я так Пометил Вот Их Четвертым Пунктом В тексте Но и они В тексте Отсутствуют Для того Чтобы определиться С ними Нужно Представить Себе Куда Выходят Куда Выходят Белые Кони Я Как всегда Запланировал Гораздо Больше Чем Можно Успеть За урок И я Приготовил Для вас Соотношение Этих Четырех Колесниц С Видением Ихискееля Самым сложным Видением Его Видением Колесницы Вот Мы сейчас Не будем Даваться Подробности Мы только Можем Представить Себе Представим Себе Что Скажем Как Через Ихискееля Мы можем Понять С вами Что Красные Кони Они Уходят На Восток Можно Сказать Потому Что Так Условно Веря Потому Что Белые До Этого Они Вышли На Запад Они Вышли За Черными Вслед За Черными По Времени Но Они Направились На Запад Пятнистые Направились На Юг Как Это Сказано В Тексте А Серые Которые Неизвестно Откуда Взялись Да Цуфрим Нам Помогает Разобраться С этим Он Говорит Что Изначально Пятнистые Кони Там Сказано Было Как вы Помните В тексте Я Обратил Ваше Внимание Пятнистые И Пятнистые Серые Он Говорит О том Что Пятна На Сером Фоне И Когда Они Выходят Они Разделяются Как Бы На Коней Которые Становятся Пятнистые И на Коней Которые Становятся Серыми Пятнистые Уходят На Юг А Серые Распространяются По всему Миру Как И Сказано В тексте Здесь Мы Остановимся С вами Очень Надеюсь Что Мы Сделали Задел На Будущий Урок Я Останавливаю Шер И Жду Жду Ваших Вопросов Как Сказать Слезно Умоляю Спрашивайте Тогда У меня Вопрос Насколько Процентов Понятна Моя Речь Сколько Процентов О чем Вы говорите Очень Понятно Ну Я Не знаю У меня Всегда Сомнения У меня Всегда Сомнения Особенно Когда Я Занимаюсь Детьми У меня Всегда Сомнения Не Перегружаю Я их Ну Как Правило Оказывается Что Поняли Нет Нет Очень Понятно Все Просто Ну Не все Конечно Остается Ну Можно вопрос Вот Ваш Это Ваш Хедуш Понимание То Что Написано В терке А вот У Шимона Между Строк Чтения Или Это Мы Фаршим Так Говорят Насчет Ну Как Я вам Скажу Да Как Я вам Скажу Я скажу По секрету Ну Скажем Сказать Что Могу Сказать Что Как бы Так Условно Говоря Это Моя Мысль Да Вот Но Она Не совсем Висит В воздухе Мы с вами Посмотрим Мы с вами Посмотрим А году Прошимон Цадика Александра Македонского Да Вот Не 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 Совсем Висит В Воздухе Просто Можно На Перке А вот Посмотреть Несколько Иначе Это Не Всегда Или Даже Можно Сказать Всегда Не Совсем То Что Нам Подается Да Что Это Работа Над Качествами Души Да Это Правила Поведения В Жизни Да Я Я Я Я Я Я Так Сказал Ну Просто Условно Говоря Скажем Сказал Вырезко Ничего Подобного Ничего Подобного Машей Передал Тору Яшуа Что Он Ему Передал И Мы Видим Что Да Это Это Не Исправление Частных Качеств Это Очень важно Исправление Частных Качеств Это Исправление Тех Проблем Которые Существуют В народе В том Или ином Поколении Вот И Так Для этого Нам Было Посмотреть Перки А вот Шимонов Садик Говорит Ушло Пророчество Надо Выстоять Ну Вот Многие Так Условно Говорят Хотели Застрелиться Не надо Стреляться У нас Есть Путь Мы Сможем Выстоять Но Это Как Говорят Буде Авад Это Дефакто Дефакто А так Вообще Это Мягко Говоря Не жизнь Без пророчества Это то О чем он говорит Безусловно То есть Как бы С логической Стороны С логической Сороны Ну что он Говорит На Торе На служении Всевышнему И На милости Стоит мир Кому он Обращается Можно сказать Что он обращается Совсем Безграмотным Людям Которые Появляются Начинают появляться В ее время В результате Тяжелого Периода Возвращения Избавить Можно сказать Но Это Это Мало Маловероятно И Не похоже На Следующее Дальнейшее Высказывание Антигнеса Шсоха Его Учителя Это явно Обращение Не к Таким Людям Которые К великому Сожалению Вообще Мало Знают То есть Перке А вот Это Так сказать Вычленение Руководителями Главные Проблемы Поколения Из которых Вытекают Все остальные Проблемы В их время Вот Скажем Да Так что Можно сказать Это хедуш Нескорезко Нескорезко Неожиданно Но я готов Отстаивать Свою точку зрения Через другие Источники То есть Весперке Вот Надо Так Прорабатывать По сути дела Правильно Я вам скажу По секрету По секрету То что мы с вами Делаем С пророками Надо было Делать Со всей Гемары С ее Агадот С ее Агадот С ее Скажем Галоход Выводом Галоход С личностью Мудрецов Да Нужно было бы Делать то же самое Рассматривать И разбирать Через Вот Такую Духовную Структуру Как бы Совершенно четкую Совершенно четкую Определенную Духовную структуру Но Я боюсь Что на это Жизни Не хватит Уже Давайте Мы Средоточимся Все-таки На пророках Что-то Хочется Спросить Еще Ну Ладно Значит Вы меня Оставляете С таким Очень Сильным Соблазном Сказать Что я Не только Умный Но я Еще Все Хорошо Объясняю Так Хорошо Что все Поняли Нет вопросов Это очень Большой Соблазн Но я Буду С ним Бороться Я вам Обещаю Мы Продолжим Еще Правильно Спасибо Большое Обязательно Продолжим В том же духе Попробуем Затронуть Маасэмер Кавак И вспомнить Что с Харья Учился У Ихискеля По-человечески Это Имеет Своё Значение Может С небес Меньше Но по-человечески Имеет Своё Значение Хорошо Ладно Спасибо Всем успехов Здоровья Благополучия С нетерпением Жду Следующей Встречи Спасибо 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 Огромное Спасибо Мы будем Еще Параллель Проходить Эту ассоциацию С Мирковой Да Мы постараемся Проходить А вы Может быть Заранее Готовьте Вопросы Хорошо Спасибо Спасибо Всем счастливо Пока Продолжение следует...